Жилищно-коммунальное хозяйство в образе корабля рассекает волны житейского моря. В руках этих людей все привычные блага цивилизации. Вода, свет, тепло, порядок. На коммунальной Ниве в Самарской области трудится 45 тысяч человек. Памятную ленту «Город трудовой и боевой славы» вручает муниципальному предприятию «Спецремстройзеленхоз». Самые добросовестные и неравнодушные работники ЖКХ получают благодарности и награды от губернатора. Я работаю для людей и стараюсь, чтобы всегда дворы были чистыми. И они благодарны мне за это, помогают, выходят на субботник. Александр Желнин работает в сфере теплоснабжения больше 20 лет. Работой гордится. Совсем недавно именно он и его бригада устанавливали котельную на стадионе «Самара-Арена». Мы стараемся применять как можно высокотехнологичное оборудование, в плане, чтобы оно было проверено, во-первых, то есть, чтобы соответствовало всем требованиям. Больше инвестиций – лучше качество работы. Повысить эффективность работы в сфере ЖКХ – одна из основных задач в этом году. Мы очень хотим, чтобы у нас сформировался костяк профессионала. Это работа на человека, напрямую на человека. Твой труд – завтра же и сегодня же утром увидеть человек и оценить его. И от этого будет зависеть его настроение. Как он дальше, ту болванку, которую надо делать, и дни, как он его сделает в итоге на своем рабочем месте. Это во многом зависит от той среды, в какой он живет. В этом году продолжится капитальный ремонт домов. Также приведут в порядок дворы и улицы, парки и скверы. На это направят больше 2 миллиардов рублей из областного и федерального бюджетов. Какие работы необходимы на каждом конкретном участке, будут решать сами жители. Во всех муниципальных районах области создаются общественные советы по контролю сферы ЖКХ. Олеся Корецкая, Максим Гусев, События.